Это захоронение, где русские и немецкие солдаты похоронены Первой мировой войны. И вот очень знаковая надпись на вот этом полуразрушенном мемориале. Друзья и враги смертью объединены. А здесь, видите, уже слабо, конечно, читается, но рядовой армии немецкой Германии дата смерти хорошо сохранилась. 8-10 1917 года. На Могилках в Вёске-Невеле похоронили 300 солдат Первой Сусветной войны. Русские, немецкие и польские. Провести в парадок могилы сябров и ворогов. Смертью объединенных выросли работники Пинского райвы конкама разом со служатшими пограничных отрадой и мясовыми жихарами. Деревня Партизанка её называют. Во время войны она была практически полностью сожжена и осталось только три дома. Но одной из достопримечательностей этой деревни является вот это кладбище Первой мировой войны. Это кладбище, вот этот весь мемориал, по словам местных жителей, был возведён ещё до прихода советской власти. То есть где-то порядка в 1937-1939 годах польскими властями. Это не разовая акция. Наши военнослужащие пограничного поста Невель, отделение пограничного контроля Невель постоянно здесь совместно с сельсоветом поддерживают его в надлежащем виде. Где-то подкосить, где-то убрать, где-то привести в порядок памятники. И мне кажется, что вот такие вот вещи всё-таки надо сохранять, чтобы они шли и были примером, может быть, не совсем хорошим для наших будущих поколений. Традиционные деловые костюмы чиновники с лёгкостью изменили на спецоденние и взялись за грабли, рыдлёвки и інший инструмент. В субботниках я принимаю регулярное участие. Это, я так думаю, важно для каждого человека. Мы делаем наш мир, нашу землю чище. Мы становимся чище и становимся дружнее. Больше за 13 тысяч жахаропиншины удельничали у Республиканским субботнику. Мы организовали работы по благоустройству во всех социально значимых объектах. Также работники различных социальных сфер работают на своих объектах, таких как дома культуры, учреждения образования, фельско-акушерские пункты и так далее, учреждения здравоохранения. Сельское хозяйство наводит в порядок и благоустройство на молочно-товарных комплексах на территории, также на мехдворах. Финансовая лепта представника Упинского района фонд «Субботника» по попередних подликах складает коля 25 тысяч рублей.